Сталинская Москва Что греха таить? Во многом это было сделано с тем, чтобы можно было вкладывать в развитие Москвы большие средства, потому что когда они распределялись целиком на Москву и область, то для развития города это было не слишком полезно. И вслед за этим, конечно же, Москва начинает развиваться в стиле эпохи индустриализации, то есть практически такими же темпами, которыми развивается вся страна. Но прежде всего достаточно широкое развитие получило жилищное строительство. Что интересно в эту эпоху, при всей спорности содержания этой эпохи, что жилищное строительство и строительство зданий, допустим, культурно-бытового назначения рассматриваются в едином смысловом потоке. То есть никто не говорит о том, что нужно построить дома, чтобы просто поселить жителей, а говорят о том, что необходимо развивать город и всю его инфраструктуру. Это важно и это мы просто обязаны отметить. В июле 1932 года в Москве вышло постановление о типе жилого дома. И в этом постановлении содержались данные о том, что необходимо увеличить жилую площадь, что необходимо, чтобы в каждой квартире обязательно были ванны, подсобные помещения. Необходимо установить определенную высоту потолка. То есть фактически начинает меняться представление о том, что из себя представляет жилой дом, скажем, социалистической эпохи. Назовем это таким образом. Кроме того, серьезное внимание уделялось строительству школ, детских садов, служб быта. Серьезное внимание уделялось видоизменению инфраструктуры города. Потому что если учитывать те типы зданий, о которых шла речь в этих многочисленных постановлениях, то, конечно, эти здания требовали совершенно других улиц, совершенно другой организации пространства, а также совершенно другой организации работы транспорта. Кстати, достаточно интересно, что здесь же в этом потоке задач, в этом контексте задач достаточно серьезное внимание уделялось и строительству, например, каких-то культурных учреждений. В частности, почти каждый завод и каждая фабрика имели свой дом культуры. Многие из этих зданий целы до сих пор, правда, они, ну, скажем, в большинстве случаев сменили свое назначение. Центр Москвы пополнился новыми многоэтажными зданиями. Так, например, появилось здание «Известий» на Пушкинской площади или, например, здание «Госбанка» на Мясницкой улице. Были проложены целые огромные магистрали, такие как Ленинский проспект, Ленинградский проспект, проспект Мира, прямые огромные улицы с широкополосным движением. Это, конечно, абсолютное веяние не просто социалистической эпохи, а эпохи индустриализации. В июле 1935 года был принят сталинский план реконструкции Москвы. Даже он так назывался официальный документ «Постановление ЦК ВКПБ о генеральном плане реконструкции Москвы». На длительный период, собственно, была определена судьба нашего города в том, как вообще представляет себе советское правительство, архитекторы, как должна выглядеть столица первого в мире социалистического государства. И, кстати, если уж говорить о цифрах и фактах, то за 1935-1940 год на реконструкцию столицы и городского хозяйства было израсходовано порядка 10 миллиардов рублей. Но это весьма и весьма существенная сумма. Очень серьезным образом, благодаря этому плану и, в принципе, строительству в Москве, был видоизменен центр города, Садовое кольцо. В 1937 году над башнями Кремля загорелись пятиконечные рубиновые звезды. Но тут уже символика советского государства заменила прежнюю символику. И до сих пор кремлевские звезды являются совершенно уникальным инженерным сооружением нашего города. Об этом можно говорить отдельно. И кому интересно, советую почитать об истории создания этих рубиновых звезд. Довольно интересна сталинская эпоха в плане архитектуры. Можно говорить много о том, что здание сталинской эпохи ближе всего по своему архитектурному смыслу, скажем, к классицизму. Прежде всего к такому ответвлению классицизма, как ампир. И тем не менее в советскую эпоху было создано новое направление, весьма такое революционное и по сути, и по внешнему виду, такое направление, как конструктивизм. Вот, в частности, то здание, которое представлено на слайде, здание театра российской армии, это одно из таких зданий. Это не просто здание, которое осмыслено, ну, скажем так, на пересечении разных стилей, но и здание, которое, допустим, в верхнем плане дает пятиконечную звезду. Очень интересная и сохранившаяся до сих пор данная эпохи советского конструктивизма, это, допустим, станция, наружный выход из станции метро «Красные ворота». Тоже очень интересная. И, конечно, этот язык новой архитектуры, он был не всем понятен и, на самом деле, не очень близок, конечно, тем задумкам и тем планам, которые связывались с видоизменением Москвы. Но, тем не менее, явление достаточно интересное. Существенным памятником сталинской эпохи на территории нашего города является выставка достижения народного хозяйства, или, как она раньше называлась, момент открытия в 1939 году, всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Огромная территория на краю Москвы, которая была никак не освоена, никем не занята, в результате превратилась на тот момент в реальную выставку достижения народного хозяйства. Там и показывали коров, которые дают удои, какие-то достижения в промышленности, и там просто можно было погулять. И на сегодняшний день это любимейшее место отдыха москвичей. Конечно, война существенным образом затормозила реконструкцию Москвы. Тем не менее, даже в военные годы в Москве и прокладывается метро, и обновляются улицы, и ремонтируются дороги. А уж с середины 40-х годов, когда закончилась Великая Отечественная и Вторая мировая войны, Москва вновь начинает переживать возрождение. Наверное, самыми знаковыми и существенными такими элементами сталинской культуры в нашем городе являются высотные здания. И все они появились именно после Великой Отечественной войны. Мы знаем и тот факт, что строились они во многом силами немецких военно-пленных. Но суть их, конечно, не в этом. А суть их в том, что они красивы, величественны, что они стилизованы под кремлевские башни, что они на сегодняшний день являются весьма заметными памятниками архитектуры и привлекают внимание туристов и историков. Такой достаточно любопытный момент, который хочется заметить в связи со строительством высотных зданий в Москве, это то, что если вот зрительно встать, допустим, напротив любого из этих зданий и легонечко так на перспективе прикрыть ладонью верхнюю часть, которая как раз и стилизована под кремлевские башни, то мы с вами увидим, конечно, ничто иное, как Нью-Йорк 30-х, 40-х годов. Что в сущности те тенденции в архитектуре, которые характерны были для крупнейших американских индустриальных городов, эти же тенденции, собственно, прослеживались и в архитектуре сталинской эпохи. Кстати, достаточно любопытно увидеть элементы классицизма и ампира в элементах украшения сталинских зданий, когда, допустим, атланты и креатиды – это явно рабочие колхозницы, или, например, столевар, или, допустим, пионер, или, допустим, в вазоне находятся не розы, которые бы мы увидели в усадьбах дворян 18 века, а, например, колосси пшеницы. То есть такое творческое развитие классицизма весьма характерны для эпохи сталинской архитектуры в Москве, и воочию мы можем в этом убедиться, проезжая по улицам и магистралям нашей столицы. Но, с сожалению, вынуждено констатировать, что, скажем, такое социальное и архитектурное явление, как барак, продолжает существовать. И, в общем-то, даже, скажем, это существование вполне себе оправдано не только тем, что, ну, там, руки не доходят или нет пока новых технологий строительства массового жилья, но и тем, что в 40-е годы, например, наблюдается достаточно серьезный приток населения в города. И в этой связи, конечно, скажем, бараки – это своеобразная палочка-выручалочка того времени. Безусловно, величие той эпохи потрясает наше воображение, потому что, когда мы проезжаем по основным улицам Москвы и понимаем, что это сталинская эпоха и ее воплощение в зданиях, то мы ведь еще не знаем и не вспоминаем в эту минуту, сколько всего было еще не сделано, не воплощено, какие масштабные проекты и задумки были в головах советских архитекторов сталинской эпохи. И в этой связи достаточно любопытно полистать страницы исторической литературы, связанные с нереализованными проектами сталинской эпохи. И дворец советов, например, и различные памятники, и, скажем, те проекты, которые, скажем, касались того же строительства гостиницы Москвы, сколько там копий было сломано, и те проекты, которые касались каких-то перестроек внутри Кремля и прочее, прочее, прочее. Так какой же все-таки ответ на вопрос, является ли сегодняшний центр Москвы воплощением сталинской эпохи? Ну, наверное, если бы мы сказали, что да-да-да, это только сталинская эпоха, мы бы погрешили против истины, потому что, безусловно, нам повезло, и приличная такая достаточно существенная часть зданий центра Москвы – это и другие эпохи. Вспоминаем все о той же самой эклектике, о которой мы неоднократно упоминали. Она присутствует. И, тем не менее, мы с уверенностью говорим о том, что, скажем, Москва между Садовым кольцом и примерно Третьим транспортным кольцом – это, безусловно, Москва сталинская. И вопрос здесь состоит не в какой-то идеологической подоплеке, а в частности в том, что дома эти красивы, дома эти добротны, и дома эти, безусловно, давно и прочно стали неотъемлемой частью архитектурного облика нашего города. Продолжение следует... Продолжение следует...